Всем привет! Меня зовут Слава. 9 октября Google провела ежегодную конференцию Made by Google, на которой она представляет свои новые продукты. Конкретно на этой конференции Google представила новый планшет Google Pixel Slate, новый продукт в семействе Google Home Humane Display, Google Home Hub и самое интересное, чего больше у себя ожидают, это Pixel 3 и Pixel 3 XL. Про то, какими вышли новые пиксели, мы и говорить не будем, это полная лаза, их слили еще за 2 месяца до презентации, и у многих терможурналистов они уже были на руках. Самое интересное, что представили на презентации – это обновленную Google камеру. Те, кто в теме, знают, что Pixel в основном покупают из их камеры. Несмотря на то, что там установлен всего один модуль, однако Google творит с этим чудеса за счет сотверных решений и искусственного интеллекта. Так вот, сегодня я хочу рассказать, что Google придумала в дополнение к существующим фишкам Google камеры, а также показать, потому что я уже установил новую Google камеру на свой Google Pixel 2, даже несмотря на то, что Pixel 3 еще не вышел в продажу, а камера от него уже есть в сети. Итак, помимо обновленного интерфейса и изменения существующих режимов, которые я покажу чуть-чуть попозже, они добавили шесть новых функций. Первая функция называется Top Shot. В чем прикол? Когда вы делаете фотографию и наводите камеру на объект, камера делает до и после снимка еще несколько снимков и, соответственно, если вы промазали со снимком, то есть если вы пропустили какой-то важный момент или лица у людей оказались немножко смазанными, Google камера предложит вам наилучший снимок, который она сделала еще до того, как вы сами нажали на затвор камер. С помощью искусственного интеллекта камера понимает, когда кто-то улыбается, когда все смотрят объектив камеры, когда все движущиеся объекты попадают в один кадр. Объединяя все эти факторы, вам предлагается наилучший снимок. Однако, если вам что-то не подходит, вы можете выбрать что-то свое в диапазоне, там пару миллисекунд. Следующая функция называется Motion Auto Focus. Теперь, когда вы хотите сделать кадр движущегося объекта либо снять видео, вы закрепляете фокус за этим объектом и, соответственно, когда он будет двигаться, фокус будет закреплен за этим объектом. И получается, что когда вы сделаете фотографию движущегося объекта, он у вас будет в фокусе, а не будет расплывчат. Третья новая функция, которую они добавили, называется Super Res Zoom. В чем прикол? Так как у Pixel установлен всего один модуль камеры, а не несколько, соответственно, когда вы хотите сделать зум в фотографии, то есть приблизить, у вас осуществляется цифровой зум, а не оптический, например, как на айфоне. Из-за этого у вас теряется качество. Что придумали в Google? Они взяли технологию из астрофизики, когда ученые снимают далекие планеты. Когда вы делаете снимок с приближением и нажимаете на затвор камер, у вас осуществляется множество снимков с разной экспозицией. И в чем идея? Объединяются все снимки в один с разной экспозицией и тем самым повышается четкость изображения. И несмотря на то, что в Pixel установлена всего одна камера с этой технологией, снимки с приближением будут примерно такого же качества, как с оптическим зумом. Четвертая новая функция называется Night Sight. Во время презентации Google не дали четкого объяснения, как работает эта технология. Они показали лишь два снимка на iPhone XS и на Pixel 3 с этой технологией Night Sight. Темные сцены на Pixel выглядели намного ярче и детализированнее. Сложно судить, насколько это правда, потому что во время презентации у них есть цель заговнить один продукт свой и похвалить. Если эта функция будет работать хотя бы наполовину от того, как они заявили, то это будет уже победа. Пятая новая функция, которую Google представили, называется Photo Booth. Это будет отдельным режимом в камере Google Pixel. И в чем идея? Особенно это полезно для девочек. Например, когда вы делаете селфи и хотите покривляться на камеру, приложение будет само определять в какой нужный момент вам сделать фотографию. Тем самым пропадет риск, когда вы нажимаете на затвор камеры и у вас немножко трясутся руки, соответственно, фотка получается немножко смазанная. Пока что еще не очень ясно, как именно этот режим будет работать, но там, скорее всего, будут задействованы алгоритмы, когда вы улыбаетесь, смотрите в камеру, соответственно, будет сделано много снимков, потом предлагаться лучше. Последний из представленного на презентации называется Group Selfie Cam. К сожалению, эта функция будет относиться только к Google Pixel 3, в отличие от всех остальных, которые я перечислил ранее. Потому что предыдущие функции завязаны чисто на софте и на алгоритмах, а эта функция, к сожалению, зависит конкретно от камеры телефона. В Google Pixel 3 установили две передние камеры, одну обычную, а другую с широким углом. И соответственно, когда вы хотите сделать групповое селфи, вы можете выбрать между обычным режимом и режимом с увеличенным углом. Теперь давайте покажу обновленный интерфейс Google камеры, несколько примеров снимков и те функции, которые не были объявлены на презентации. Главное изменение в новом приложении. Теперь у нас режимы меняются не в меню, а свайпом слева или справа. Но в чем удобство? Вы можете менять вот так быстро, проведя снизу по режимам. И соответственно, не нужно листать каждый раз так заново. Я хочу, чтобы панораму перешел, теперь перешел видео. Это удобно. Из того, что кардинально новое. Теперь добавился у нас RAW режим. То есть у нас фотографии делаются одновременно и в RAW и в JPEG. Давайте покажу. Вот мы делаем фотографию. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас фотка. Она весит 2,7 мегабайта. Теперь перейдем в RAW режим. И смотрим, что эта фотка уже без обработок. Она весит 13 мегабайт. Соответственно, этот режим сделан для фотографов, которые хотят обрабатывать свои фотографии профессионально. Также у нас изменился режим панорамы. Раньше ее нужно было снимать по точкам. Теперь же это слайд. Можно листать влево и вправо. Давайте покажу на простом примере, как происходит интерфейс. Вот так вот. Не очень хороший пример, но тем не менее. И вот, как видите, склеивает он очень хорошо. Давайте покажу на хорошем примере. То есть я заснял. Склеек вообще практически не видно. Точнее, их вообще не видно. Качество относительно хорошее, если рассчитывать, что это панорама. Также в панораму они добавили еще и запись звука. То есть, когда вы делаете вот такую обычную панораму, сверху у нас есть значок микрофона. И, соответственно, когда вы производите снимок панорам, у вас записывается звук, который происходит вокруг. Давайте я отключу вот эту панораму. Вот у нас идет панорама. Подожду к микрофону. И слышите звук ветра, дождя, который был в момент, когда я записывал эту панораму. И последнее из того, что доступно уже сейчас, добавили новые фишки в портретный режим. Давайте перейдем в портретный режим. Кстати, добавили дополнительный режим для ретуши. Теперь у нас есть отключенный режим ретуши, естественный и мягкий. Я проверил, там качество достаточно минимальное. Но для девочек все идет. Итак, давайте сделаем портретное селфи. Перейдем. Обработка теперь, кстати, происходит намного быстрее, нежели, чем это было ранее. Итак, смотрим. Мы в приложении Google Photo сделали портретный снимок. Что теперь добавили? Теперь мы можем менять блюр на фотографии. Это называется глубина. То есть давайте я делаю маленький блюр и буду постепенно увеличивать. Видите, размытие увеличивается. Также теперь можно делать постфокус на фотографии. То есть я делаю фокус в один угол, теперь другой на меня. И соответственно могу регулировать блюр, который я хочу. Также добавили выделение цвета. Теперь я буду цветным на фотографии, а все вокруг меня будет черно-белым. Давайте поменяем фокус. Теперь вот так, видите, происходит. То есть все зависит от фокуса. Это все, что я хотел рассказать про новую Google камеру, новые фишки. К сожалению, сейчас еще доступны не все фишки, потому что нужно подождать какое-то время, когда выйдет новый Pixel 3 и будет доступно обновление полноценной Google камеры. Но то, что доступно уже сейчас, я хотел с вами этим поделиться. Если видео понравилось, можете подписаться на канал, также ставить пальцы вверх. Ну а я пойду. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!